Сегодня день работников радио, телевидения и связи Украины. И мы от всей души поздравляем с этим праздником наших следующих героев. Легендарный проект радиорокс Камтугеза с ведущими Соней Сотник и Сергеем Кузиным в этом году отмечает свое 12-летие. Этот проект очень значим и важен и не только для преданных слушателей, но и для самого коллектива. Камтугеза – это не просто успешная программа, это феномен с большой буквы «Ф». Вернее, «К». Камтугеза. Итак, в эфире Соня Сотник и Сергей Кузин в эксклюзивном интервью для «Утро дома». Насколько не казался бы банальный вопрос, интересно, как все начиналось, да, у вас скоро годовщина? Казать, что он не банальный, это ничего не сказать. Начиналось, ну, действительно банально, потому что рестартнули станцию, ищем ведущих, кое-что не получается, ищем, ищем. Я на одной станции директор с 15-летним опытом работы в эфире, Соня на другой станции директор с 15-летним опытом работы в эфире. Ну и в какой-то момент наш друг-соратник, товарищ по совместительству начальник, Игорь Чернышов, говорит, давайте попробуем вместе. Вы хотите работать, просыпаться в 5 утра каждый день, не получать за это денег и слушать рок-н-ролл? Мы говорим, да. Абсолютно правда, кстати. Истинная причина в том, что не могли найти ведущих, пришлось брать нас. Концепция программы продумывалась заранее или вот как-то оно все само собой пошло? Невозможно с Кузиным продумать никакую концепцию. Невозможно с этим человеком продумать никакую концепцию. Он все разрушает. Он все... Конечно, мы придумали прекрасный образ джентльмена, который должен был во фраке приходить в студию, но он не мог этому соответствовать. Во-первых, мне никто не отказались покупать фраку. Нет, мне, конечно, никто ничего не продумывал. Нам бы не простились. Аудитория, которая очень чувствительна к любой фальши. Если бы мы что-то продумывали, это было бы выкуплено через 15 секунд. Другой вопрос, что само шоу делаем далеко не мы, причем я и думаю, Соня согласится, говорю совершенно искренне. Абсолютными соавторами, а я уж не говорю про придумывание рубрик, но там Соня больше интегрирована. Это целая команда на шесть человек, и нам там не то, что помогают, а в буквальном смысле слова сопартнерствуют. Вот директора станции, программного директора, продюсера утра и так далее. Поэтому мы приходим на очень готовенькое. Ну, безусловно, рубрики придумывались, сидела полгода, команда пахала, разрабатывала концепт. А если говорить об вымежах, то, конечно, у нас их нет. Безусловно, мы знаем, мягко говоря, неплохо. И Соня, которая работает в эфире с середины 90-х и так далее, и тому подобное, как должно работать утреннее шоу, чем оно пользуется, какими инструментами, к кому апеллирует, при помощи каких и так далее. Но для того, чтобы нарушать правила, клево нарушать, надо их знать. Это был следующий вопрос по поводу правил и того, что вы их иногда все-таки нарушаете. Для чего? Потому что мы, это мы. Ну, потому что мы живые. Да. Это, во-первых, мы никогда не скрываем своего настроения. Момент того, что если что-то происходит вокруг нас или происходит что-то в стране, мы не будем скрывать там свое состояние душевное. Один эфир на двоих. Да. Вот как роль делили вначале? Не было борьбы за микрофон? Я главный. Типа там семейных притирок каких-то? Притирки, это мы не скрываем никогда, что мы ссоримся с Сергеем Васильевичем Кузьмином. Это нормально. Она сейчас такая хорошая, ласковая, она играет роль и такая поклать фигу с маком. То есть в чем успех там долгих союзов? Это когда у вас может быть целая куча там разных мнений, но вы все равно смотрите в одном направлении. Вы смотрите вместе в одном, например, одну точку и идете к ней. Ну вы можете по дороге, понятно, что делаете что-то. Вот поэтому да, поэтому мы с Сергеем Васильевичем, конечно, у нас очень полярные мнения по многим вопросам. Она это называет ссорами, для меня это вообще не проблема. Вообще это ее проблема. Ну Сергей Васильевич, она просто в этом живет, понимаете? Я это так. В этом живет. Это модное слово. Абьюзер, да. Да, да, да. Абьюзер, да. С тобой поабьюзерси, да. Активно слушателей привлекаете к эфиру. Для чего? Во-первых, это люди, за счет которых мы живем. Вот как вампиры пьют чью-то кровь, вот так и мы живем за счет наших слушателей, которые нас-то слушают бесплатно. А за рекламу, которая оказывается в эфире, они, если захотят, вынуждены платить. Поэтому работа с аудиторией, она складывается из нескольких составляющих. Первое, это, собственно говоря, маркетинговые различные цели, которые реализовываем не только мы, мы часть реализации, но и рекламный отдел, маркетинговый отдел, креатив, ну как пизде, на любом медийном ресурсе. Но есть особенности. Вы правы, она вот про бундугезу. Очевидно, вопрос был в этом контексте. Нам очень повезло. Очень повезло. У нас офигенные слушатели, потому что они любят рок-н-ролл. Это уже говорит о многом. И быть там и соответствовать им достаточно сложно. То есть они классные. И в один момент случилось так, что мы, в принципе, стали им уже неинтересны. Они за счет того, что появился Радио Рокс, это музыка, которая их объединила. Они нашли друг друга и в социальных сетях, и там живую, и на концертах. Они перезнакомились. Уже многие переженились. Уже сделали детей. В чем-то проеба на наших глазах. То есть 12 лет. Выросли дети уже. И мы их знаем. То есть если начинала там девочка слушаться, 12, я сейчас 24. Они сейчас там из Мюнхена нам звонят, например, из Мастердама. То есть дети, которые выросли и закончили, уже работают. Создалось некое комьюнити огромное. То есть их там сейчас сотни людей. Называются они бундугезы. Это супер история, которая существует у нас. Это люди, поддержка которых очень для нас важна. Они между собой как бы... Это такие... Банда комтугезы. И они делают пикники. Они выезжают сами на... Да, со всей страны съезжаются. Они на кашем кутре. Есть друг друга в гости. Это как бы... Придем мы к ним, или нет, и к ним интересует. Вот только хотел вас спросить. Вас ждут там. Нет, они нас приглашают, но мы можем не приехать, как у нас не всегда получается. Это точно не ради нас вообще. Это не дело ради себя, да. По поводу настроения вот с утра вам все-таки нужно как-то, да, подбодрить слушателей. Кокс, да, обычная тема. Я честно скажу, была уверена на сто процентов в таком ответе. Я могу, например, быть не в каком-то там, не знаю, плохом настроении. Сергей Васильевич неудачно пожил, я могу развернуться, уйти. Вот, как бы... Ну, это шутка, конечно. Мы стартуем с того, что я же на работе уже, я ее подкалываю. Ну, не всегда удачно, поэтому она сейчас так полушутит, говоришь, наверное, и хочется иногда раздуматься уйти. Ну, и наоборот. То есть я вижу, когда я вижу, что Серега произошло, и там, понятно, что сложно. Всякое бывает, да, только как бы эту роль колупальщика беру на себя я. Как вам кажется, что важнее, верность изначальной концепции или вот способность как-то меняться? Способность меняться, конечно. Конечно. А у нас были поводы за 11 лет меняться кардинально. Ну, не кардинально, но соответствовать тому, что происходит вокруг. Все менялось, потому что работать во время революции достоинства, работать во время военных действий, работать во время в развлекательном утреннем шуме. Мы не сказали, мы остановились раз. Мы не могли, мы месяц не работали. В феврале мы ушли из эфира. В феврале 14-го мы ушли из эфира. Мы все были там, друзья там, а потом, когда случилась эта трагедия... Не зная, не понимая верность. Мы не понимали, что говорить. Мы не смогли работать. Давали новости, давали сухую информацию, где бутерброды, где что, как, чего. Ну, а так да. А концепция и ее неизменность, это вообще уделов или для меня это все... Ни одна рубрика в утреннем шоу, начиная с самого начала, не изменилась. На нашей попытке что-то поменять в утреннем шоу, какую-то рубрику убрать или там... Вот они как 12 лет начались, жертва рока, краш-тест, так они 12 лет. И мы постоянно же безостановочно тестим на аудитории. Может что-то поменялось. Может что-то поменялось. Говорят, когда идет эта рубрика, мы должны под нее выйти из дома, сесть в машину, включить и услышать эту рубрику. Если мы ее не слышим, значит, либо мы не вышли не в том городе, либо не в то время... Ты пошла в школу, я пошла на краш-тесте, зашла в класс о личном и так далее. То есть они даже время не смотрят, не знают, когда они выходят. Четко знают. И мы пытаемся сказать, что это... Это как тапочки, да? Тем более аудитория гигантская, шутить с ней нельзя, поэтому мы очередная... Ну, я имею в виду, шутить в эти игрушки играть. А давай-ка что-то поменяем. Ну, это... Нам не разрешают. Спасибо, да, Кам Тугеза за шикарные эфиры и Соне Сергею за интересные, откровенные ответы. Ну, и желаем вам творческих успехов. Это еще не откровенно... Мы сейчас можем откровенно... Сейчас мы тут пооткровенней. А, вы хотели на чистоту. Вы хотели на чистоту. Вы хотели на чистоту. Вот так вот. На директор, ну давай. Успокойся уже, все. Спасибо всем. А мы продолжаем наше утро дома. А мы еще раз поздравляем с Днем работников радио, телевидения и связи Украины всех причастных. Соню Сергея, нас, Саней, всю команду утро дома и, конечно же, вас, наши дорогие зрители. Благодаря вам наша работа востребована и ценна. Ради вас мы тут. Ну, и еще ради славы и денег. Конечно. А утро дома продолжает свои трудовые будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова